Весь Ленин за 22 минуты Владимир Ильич Ленин Сложно найти российский город, в котором нет улицы его имени. У этого человека нет могилы, но его тело лежит ниже уровня земли на Красной площади, в самом центре столицы. Почти 70 лет людям внушали чувство любви и уважения к Ильичу. Рядом с советским человеком Ленин был всегда. Баннером на улице, фотографии на белой стене, красным значком на октябрятской груди. Кто же он? Оценки диаметрально противоположны. Для одних он великий вождь и основатель советского государства. Для других – чистолюбивый фанатик, загубивший миллионы жизней, за фантазии которого Россия заплатила невиданную и страшную цену. Может ли биография политика помочь понять первопричины его поступков? Попробуем разобраться. Симбирск, в котором Ленин появился на свет, изначально был окраиной крепостью на Волге для защиты от набегов кочевников. Потеряв военное значение к середине XIX века, Симбирск превратился в своего рода инкубатор провинциальной разночинной интеллигенции. Карамзин и Гончаров, Ленин и Керенский – все они удивительным образом оказались связаны с этим местом. Владимир Ильич Ульянов-Ленин родился 22 апреля 1870 года в семье директора народных училищ Симбирской губернии Ильи Николаевича Ульянова. Чин действительного статского советника давал ему право на потомственное дворянство. Удивительная карьера для выходца из семьи бедных мещан города Астрахани. Тем более, что дед Ленина по отцовской линии вообще был ушедшим от помещика крепостным крестьянином, освоившим ремесло портного. Мать Ленина, Мария Александровна, была дочерью врача Александра Бланка, медицинского инспектора оружейного завода в Златоусте, а затем небогатого казанского помещика. В деревенской усадьбе, где родная тетя заменила ей рано умершую мать, Мария Бланк смогла получить только домашнее образование. Тем не менее, способности позволили Маше выучить несколько иностранных языков, неплохо музицировать на пианино, а затем сдать экстерном экзамен на звание учительницы. Семья. Родители, братья и сестры всегда много значили для Ленина. Важный для понимания всей последующей истории факт. В шуточной детской анкете Володя Ульянов написал, что больше всего любит брата Сашу и сестру Маню, а на вопросы взрослых всегда отвечал, что хочет быть похожим на старшего брата Александра. Когда гимназисту Володе Ульянову было всего 11 лет, Россию потрясло громкое покушение в Санкт-Петербурге. Первого по новому стилю 13 марта боевики революционной террористической организации «Народная воля» взорвали царскую карету. А затем один из них, Игнатий Гриневицкий, бросил бомбу прямо под ноги Александра II, царя-освободителя. Спустя несколько часов император скончался в Зимнем дворце. Все заговорщики были пойманы и казнены. Но революционное брожение в студенческой и разночинной среде продолжалось. Через два года после убийства императора в 1883 году старший брат Ленина Александр поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, где, как пишут, проявлял большие способности. Но модное увлечение Марксом и Плехановым сыграло с ним злую шутку. На четвертом курсе в 1886 году старший брат Александр Ульянов организовал террористическую фракцию, движение «Народная воля», для которой даже написал программу. А на деньги от продажи золотой гимназической медали была куплена взрывчатка для бомбы. Покушение на императора Александра III было намечено на 1 марта 1887 года, символическую годовщину предыдущего цареубийства. Но в тот же день все заговорщики были арестованы. Несмотря на слезные прошения отца и матери, Александр Ульянов через два месяца был приговорен к смертной казни и повешен во дворе Шлиссельбургской крепости вместе с четырьмя товарищами. После казни Ульяновых в Симбирске ждали непростые времена. Часть друзей и соседей сразу отшатнулись от семьи террориста. Другие, несмотря ни на что, поддержали Александра Ильича, которого в городе многие искренне любили. Казнь горячо любимого старшего брата стала ударом и для Володи Ульянова. И, возможно, тем самым событием, которое полностью изменило его судьбу. А заодно и судьбу всего мира. Может быть, шок мая 1887 года является главным ключом ко всем его дальнейшим поступкам и решениям? По воспоминаниям сестры, после казни брата Владимир якобы произнес. Мы пойдем другим путем. Но сначала надо было закончить гимназию и поступить в университет. Ни в гимназии, ни в нее не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал непохвальное себе мнение. Эти слова принадлежат Федору Михайловичу Керенскому, директору Симбирской гимназии, и по совместительству отцу будущего политического соперника Ленина Александра Керенского, возглавившего правительство России после февральской революции. Более того, и Володя Ульянов, и Саша Керенский родились в одном городе, Симбирске, в один день, 22 апреля, но с разницей в 11 лет. Поистине Симбирск – мистическая колыбель двух русских революций. Мемуары о годах, проведенных в Симбирской гимназии, вместе с великим одноклассником, оставили сразу несколько соучеников Ленина, и все характеризуют его, как говоря современным языком, интеллектуального лидера. Вот пример. Я не знаю случая, когда Володя Ульянов не смог бы найти точного исчерпывающего ответа на какой-либо вопрос по любому предмету. Воистину, это была ходячая энциклопедия, полезно-справочная для его товарищей и служившая всеобщей гордостью для его учителей. Особенно часто вспоминают страсть гимназиста Ульянова к мертвым языкам. Учитель-латинист обычно говорил в конце урока, «Ульянов, переведите дальше». И что тот успевал перевести экспромтом с листа, то и было заданием всему классу. Получив аттестат с единственной четверкой по логике, 17-летний Владимир Ульянов выбрал для поступления юридический факультет Казанского университета, поскольку понимал, что из-за брата-террориста путь в столичные университеты был ему закрыт. В Казани занятия он посещал уже не так аккуратно, как в гимназии. Гораздо больше его привлекала бурная студенческая общественная жизнь. И запрещенные политические кружки. В результате уже в декабре первокурсник Ленин был арестован. Исключен из университета и выслан в имение матери за участие в студенческой сходке. Свободу от занятий провел с пользой. За чтением революционно-демократических публицистов, прежде всего, Николая Чернышевского. Цитата. Роман «Что делать?» глубоко перепахал меня. В Казанский университет Владимир Ульянов так и не вернулся. В 1891 году он сдал экстерном экзамены юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета. Недолго поработал помощником присяжного поверенного, то есть адвоката. Но главное, что по-настоящему привлекало его, это путь революционной борьбы. Современный марксист Терри Игглтон однажды пошутил, что если некоторые философы склонны думать об электронной музыке, то Ленин был склонен думать об электропроводах. Он имел в виду ленинскую привычку рассматривать любой политический и социальный феномен снизу, с материи, с физического устройства. Ленин стал революционером потому, что нашел сугубо научное объяснение. Во-первых, тому, как устроен мир, и как изменить его предположительно к лучшему, самым эффективным способом. Для него марксизм был такой же наукой, как физика. Он воспринимал марксистскую философию как инструмент для принятия решений в самых разных политических ситуациях. Дальше в биографии Владимира Ульянова будет очень многое. Женитьба, ссылки, выбор псевдонима Ленин в память о расстреле рабочих золотых приисков на Сибирской реке Лена. Почти 15-летняя жизнь в эмиграции, вражда с другими политиками, налаживание связи с зарубежным революционным движением. Но ничего важнее знакомства с марксизмом в его жизни не было. Даже брак, если верить воспоминаниям товарищей, оказался не по любви, а скорее по марксизму. Например, товарищ и близкий друг Ленина Глеб Коржужановский говорил так. «Владимир Ильич мог найти красивее женщину. Вот и моя Зина была красивая. Но умнее, чем Надежда Константиновна. Преданнее делу, чем она, у нас не было». В анкетах в графе «Профессия» Ленин обычно указывал литератор или журналист. После революции он действительно стал членом Союза советских журналистов. Ленин свято верил в могущество СМИ. Своих собственных СМИ. «Газета. Не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор». Это цитата из его статьи «С чего начать». Опубликованная в газете «Искра». Подлинная история Российской социал-демократической рабочей партии начинается не с 1898 года, когда прошел первый съезд РСДРП, а с «Искры», основанной Лениным в 1900 году. Эпиграф. «Из искры возгорится пламя». Строчка из стихотворения декабриста князя Адоевского. Редакция располагалась в Мюнхене, затем в Лондоне, Женеве. Газета печаталась за границей и доставлялась в Россию курьерами нелегально. А в 1912 году Ленин выпустил газету «Правда» – пролетарскую, легальную и массовую. В ней было опубликовано 285 ленинских работ. Власти закрыли ее только перед самой войной, когда она уже сыграла свою роль коллективного организатора. А затем началась Первая мировая война. Во время Первой империалистической бойни Ленин вместе с другими российскими социал-демократами жил в безопасной нейтральной Швейцарии. После Февральской революции немецкие власти разрешили группе большевиков проехать на опломбированном поезде через территорию Германии и Финляндии, в Петроград. На Финляндском вокзале его встретила ликующая толпа. Именно там состоялось всем известное по анекдотам выступление на броневике с призывом «Да здравствует социалистическая революция!». Главное из этого выступления было на следующий же день опубликовано в большевистской газете «Правда». Знаменитые апрельские тезисы. Программа действий социал-демократической партии большевиков после Февральской революции. План превращения буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. Политическая борьба только начиналась. В июле Временное правительство издало приказ об аресте более 40 видных деятелей большевистской партии. С 5 по 9 июля 1917 года Ленин, которого обвинили в работе на правительство Германии, скрывался в Петрограде. В ночь с 9 на 10 июля перебрался вместе с Зиновьевым в разлив под видом костца. Они поселились у рабочего сестра Рецкого оружейного завода Емельянова, жившего в туалет из ремонта дома в сарае, приспособленном для жилья. Через несколько дней в поселке, где скрывались Ленин и Зиновьев, появились полицейские. Это послужило причиной сменить место. Вождю пришлось перебраться в шалаш на другой стороне озера Разлив. Так они провели около месяца. История их злоключений впоследствии станет важным сюжетом советского искусства. Мы упускаем многие важные детали, поскольку все, что было дальше, вы прекрасно знаете. Переворот 25 октября, захват вокзалов, мостов и телеграфа, штурм Зимнего, арест Временного правительства, декреты о земле и мире и спустя всего несколько месяцев. Начало долгой и кровавой гражданской войны в России. Почему же Ленин и его дело победили? Может быть потому, что большевики пообещали народу немедленное прекращение идущей уже три года войны. Передачу заводов рабочим, а земли крестьянам. Необразованное большинство понимало лозунги большевиков еще проще. Отнять все у буржуев и поделить. В глазах низов Ленин был человеком, имеющим чудесную, всепобеждающую силу, наследником Разина и Пугачева. Фактически это были лозунги партии эсеров, социалистов и революционеров, лозунги крестьянской войны и народного бунта. Быстро и хитро перехватив у эсеров политическую повестку, партия Ленина, партия большевиков, затем полностью выдавила своих союзников по Октябрьскому перевороту, левых эсеров из политической жизни, а многих и простой жизни, став основной и монопольно единственной политической силой страны. 30 августа 1918 года на заводе Михельсона в Москве на Ленина было совершено покушение. По официальной версии, стреляла полуслепая эсерка Фанни Каплан. Официально озвученный повод – месть Ленину за разгон учредительного собрания. Я застрелила Ленина, потому что я считаю его предателем. Из-за того, что он долго живет, наступление социализма откладывается на десятилетия. После допроса Каплан была расстреляна на территории Кремля. Ее тело сожжено в бочке, а прах развеян в Александровском саду. Получив несколько опасных ранений, Ленин все же выжил. Но, скорее всего, это покушение, и постоянное умственное напряжение окончательно подорвали его здоровье. Первый инсульт случился у Ленина в 1922 году. С непостижимой скоростью удивительно деятельный человек превратился в инвалида. Он видит, чувствует прикосновения, слышит, но не может анализировать информацию, поступающую к нему из всех этих органов чувств. Почти не может говорить. С письмом еще хуже. Кора головного мозга повреждена. Генерация графических символов невозможна. Простейшие арифметические вычисления тоже вызывают у него сильные затруднения. Сам Ленин прекрасно осознавал необычный характер своей болезни. Отказ аналитического и тренированного ума, искать решение простейших проблем был для него настоящей пыткой. По свидетельствам очевидцев, Ленин часто говорил вслух. «Это ведь ужасно. Это ведь не нормальность. Какое-то необыкновенное странное заболевание». 21 января 1924 года болезнь победила. Однако перед смертью Ленин успел оставить завещание. Так историки называют письмо к съезду, написанное в конце 1922 года. Там вождь оценивает своих ближайших соратников и предостерегает партию от раскола, предупреждая, что взаимоотношения Сталина и Троцкого могут стать его причиной. Отношения между ними, по-моему, составляют большую половину опасности того раскола, который мог бы быть избегнут. Товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть. Я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, товарищ Троцкий отличается не только выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хвастающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. Как мы знаем, раскола избежать не удалось. После смерти Ильича, как стали его называть в постреволюционные годы, начинается удивительный процесс. Усилиями пропаганды создается настоящий культ личности. Миф. Практически легенда. Во всем этом было много псевдорелигиозного. Например, мавзолей, построенный по проекту гениального архитектора Щусева, напоминает и египетскую пирамиду, и шумерский храм Зикурат. Доступ советских граждан в мавзолей был задуман по образу и подобию христианской традиции поклонения мощам. 26 января 1924 года Петроград был переименован в Ленинград. Петроград именем Ленина назывались важнейшие города, деревни и улицы. В каждом городе стоял памятник вождю. Вот так позднее иронически вспоминал об этом писатель Сергей Довлатов. Памятник Ленину есть в каждом городе, в любом районном центре. Заказы такого рода неистащимы. Опытный скульптор может вылепить Ленина вслепую, то есть завязанными глазами. Позднее в народе будут ходить шутки, что, оказавшись в чужом городе, надо смотреть, куда показывает Ильич на главной площади. В той стороне всегда. Или хорошая гостиница, или хороший ресторан. Ссылки на сочинения Ленина были обязательны в научных работах. Десятки рассказов о добром дедушке Ленине были написаны для школьников. Детей принимали в октябрята, а позже в пионеры. Вручая значки с Лениным, его портреты висели на проходных заводах, в аудиториях вузов и высоких кабинетах. Была и целая кинолениниана. Искусство принадлежит народу. Ну вот уж действительно. При этом от народа тщательно прятались статьи и письма Ленина, более похожие на фантазии кровавого маньяка-убийца. Например, предложение... Провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев. Сомнительно их запереть в концентрационный лагерь вне города. Или письмо Зиновьеву от 26 ноября 1918 года. Только сегодня мы узнали в ЦК, что в Питере рабочие хотят ответить на убийство Володарского массовым террором. И что вы их удержали. Протестую решительно. Мы компроментируем себя. Грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором. А когда до дела, тормозим революционную инициативу масс. Вполне правильную. Это невозможно. Надо поощрить энергию и массовидность террора. Так кто же он? Владимир Ильич Ульянов Ленин? Великий революционер? Реформатор? Создатель государства рабочих и крестьян? Или величайший злой гений в истории? Или просто созданный пропагандой миф? Да, при Ленине были изнаны иностранные интервенты. Появилось новое государство. Однако Брестский мир и раскол империи по национальным границам, создание вместо губерний самостоятельных республик, многие ему точно не простят. В условиях тотальной разрухи начинается масштабная электрификация страны. Был запущен ряд научных направлений, определивших в будущем могущество СССР. Заслуги Ленина? Упразднение сословного неравенства? Введение равных прав всем гражданам, независимо от пола и национальной принадлежности? Впервые в стране введен восьмичасовой рабочий день и оплачиваемый отпуск для рабочих и служащих. Впервые в мире декретный отпуск. И в это же время шли массовые расстрелы представителей духовенства. Тысячами закрывались церкви. Новая власть безжалостно репрессировала дворян и помещиков, офицеров и священников, казаков и промышленников. Современники вождя тоже не сходятся в оценках. Выродок. Нравственный идиот от рождения. Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее. Он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек. И все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди белой дня спорят, благодетель он человечества или нет. Это Иван Алексеевич Бунин, русский писатель и лауреат Нобелевской премии. Можно полагать, что наш век войдет в историю веком Ленина и Эйнштейна, которым удалось совершить работу синтеза, одному в области науки, другому в действии. Бертран Рассел, английский философ и математик, тоже лауреат Нобелевской премии, известен как гуманист. Ленин потому мог стать вождем революции и реализовать свой давно выработанный план, что он не был типическим русским интеллигентом, в нем черты русского интеллигента-сектанта сочетались с чертами русских людей, собиравших и строивших русское государство. Только такие люди успевают и побеждают. Николай Александрович Бердяев, русский религиозный философ. Как ни оценивай Ленина, ясно одно. Он радикально изменил судьбу нашей страны. И он, безусловно, политический титан, в котором удивительным русским образом соединились и величайший гений, и величайшее злодейство.